Отвесные скалы, опасные обрывы и крутые тропы. По такому маршруту пролегает дорога к скрытому, среди пещер, необычному бисерному храму Святой Анастасию Зарешительницы. Чтобы попасть в Святую Обитель, необходимо преодолеть путь длиной 500 метров. На узкую крутую тропу монахи положили старые автомобильные покрышки и зацементировали их. В народе этот путь называется тропой грешников. Так проверяется решительность, терпимость и сила воли посетителей, которые приходят в храм. Первое, что видишь, поднявшись по тропе – крепостные стены, охраняющие монастырь, а за ними – колокольня. Ее монахи сами отстроили после пожара в 2018 году, но от огня пострадала не только она. Когда-то здесь был зимний сад, над нами была стеклянная крыша и дальше продолжалось. Вот в таком плане мы оформляли, здесь росли растения живые и переплетались вот такими вот бисерными растениями. Цветы из бисера – результат кропотливой ручной работы послужников монастыря. А пройдя короткий путь от сада, оказываешься на пороге уникального скита. При входе в храм глаза бросаются вот такие маленькие красные мешочки. Здесь хранятся записки с самыми сокровенными просьбами от посетителей обители. Любой желающий может оставить здесь свое пожелание. А дальше чудо. Под сводами небольшой пещеры от огня двухсот лампад сияют словно звезды в ночном небе тысячи бусин и камней. Ни одна композиция не повторяется. В народе храм прозвали бисерным не случайно, ведь все здесь украшает именно он. Храм пещерный и здесь просто живопись не удерживает, потому что в храме сыра. Ну а бисер и мозаика, они более надежные в этом плане материалы, более стойкие к сырости. Поэтому решили украшать. Необычные иконы в небольшой столярке уже несколько лет создает Мосин Сергей. Работа кропотливая, но не торопясь и с молитвой в руках мастера рождается настоящий шедевр. Здесь вы видите хаос на столе, он очень нужен, потому что под каждый цвет мы берем или красное, или коричневое, или зеленое украшение, или белое украшение, или голубые. Мы берем обычную камочку, ложим. Вот специально я нарезал разной длины ниточку. А вот уже в соседней мастерской лики святых из мозаики собирает брат Геннадий. Несколько месяцев пазл будет собран и украсит стены колокольни. А ведь в прошлом веке здесь были шахты и каменоломни. То, что вы видите, мы строим сами. Не только монахи, конечно, и послушники, и все, кто сюда приезжают, приезжают сюда потрудиться люди, во славу Божию, помогают нам в строительстве. Но каким бы ни было наружное убранство, монастырь создан для другого, для внутренней жизни и молитвы. Наталья Жадько, Руслан Хохлов. Утро нового дня.